Добрый день, ребята! Приглашаю вас на урок самопознания. Сегодня мы с вами начинаем работу над новым разделом «Становление личности». Тема урока «Нравственные основы личности». Сегодня на уроке мы с вами проследим взаимосвязь между общечеловеческой ценностью внутренний покой и нравственными основами личности. Раскроем сущность понятий нравственность, духовность, личность. Будем учиться регулировать свои мысли, слова и поступки для достижения внутреннего покоя и гармонии. Стремиться всегда поступать в соответствии с голосом совести, проявляя такие качества, как честность, порядочность, ответственность. Для позитивного настроя я взяла слова великого ученого физика, лауреата Нобелевской премии, общественного деятеля и гуманиста Альберта Эйнштейна «Нравственность – основа всех человеческих ценностей». Как вы думаете, почему Альберт Эйнштейн считал нравственность основой всех общечеловеческих ценностей? Я думаю, вы согласитесь со мной, что слова Эйнштейна актуальны и в наше время, поскольку общечеловеческие ценности имеют вечную, исторически нелокализуемую духовную природу. Они потенциально заложены в каждом из нас. Рассмотрим более подробно понятие духовность, нравственность, личность. Основа для счастья и гармонии – это духовность. Только сила нашей духовности сохранит наш этнос, наш народ, обеспечит здоровое потомство для будущего. Даже высокий уровень жизни в условиях бездуховности счастье не приносит. Так сказал академик Николай Васильевич Федоров. Рассмотрим более подробно понятие духовность. В словаре русского языка Сергей Иванович Ожегов дает такое понятие. Духовность – это свойство души, состоящее в преобладании духовных, нравственных, интеллектуальных интересах над материальными. Словарь по этике дает следующее определение духовности. Духовность – специфическое человеческое качество, характеризующее мотивацию и смысл поведения личности. Духовность – позиция бесценностного сознания, характеризующая бескорыстность, свободу, эмоциональность. Нравственность. Это слово возникло в русском языке как синоним латинского морали, обычаи, нрав и греческого этика – обычаи, нрав, характер. Ожегов в словаре русского языка дает такое понятие. Нравственность – это правило, определяющее поведение, духовное и душевное качество, необходимое человеку в обществе, а также выполнение этих правил. В словаре по этике определение нравственности – это область практических поступков, обычаев, сфера общественной свободы личности, когда общественные и общечеловеческие требования совпадают с внутренними мотивами. Традиционными источниками нравственности являются патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, труд и творчество, семья, искусство и литература, природа и человечество, мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, международное сотрудничество. Личность всегда выступает как член общества, как исполнитель определенных общественных функций или социальных ролей. Социальная роль – это выработанная обществом программа действий человека в определенных обстоятельствах. Личность – это особое качество, которое приобретается индивидам в обществе. В чем же проблемы духовно-нравственного развития личности и что же нужно для ее успешного решения? Во-первых, осознавать важность духовно-нравственного развития. Во-вторых, развивать самим в себе эти нравственные потребности. В-третьих, осознавать важность этой задачи для самих себя, а также четко представлять себе, как и какими методами формировать нравственные качества. Развитие и воспитание духовно-нравственных ценностей должно сформировать самостоятельную личность, способную реализовать свои планы с помощью собственных ресурсов, своего потенциала и строиться на следующих принципах – уважение к своей стране, ее истории, а также индивидуальное личностное развитие. Предлагаю вам посмотреть притчу «Жил-был прораб». Притча о прорабе. Жил-был прораб. Всю жизнь он строил дома. Хорошо, добротно, красиво. Но стал стар и решил уйти на пенсию. «Я увольняюсь», – сказал он работодателю. «Ухожу на пенсию. Буду со своей бабушкой внуков нянчить». Хозяину было жалко расставаться с этим прекрасным человеком, и он попросил его, «Слушай, а давай так. Последний дом построишь, и мы тебя проводим на пенсию с хорошей премией». Прораб согласился. Согласно новому проекту, ему надо было построить дом для небольшой семьи. И началось согласование, поиски материалов, проверки. Прораб торопился, потому что видел уже себя на пенсии. Где-то что-то недоделал, где-то упрощал, покупал дешевые материалы, так как их можно быстрее достать. Он чувствовал, что делает не самую лучшую свою работу. Его грызла совесть, но он оправдывал себя тем, что все равно это конец его карьеры. Когда стройка завершилась, он позвал хозяина. Тут осмотрел дом и сказал, «Знаешь, а ведь это твой дом. Вот, возьми ключи и вселяйся. Все документы я уже оформил. Это тебе подарок от нашей фирмы за долголетнюю хорошую работу». Что испытал прораб, было известно только ему одному. Он стоял красный от стыда, а все люди вокруг хлопали в ладоши, поздравляли его с новосельем и думали, что он краснеет от застенчивости. А он краснел от стыда за собственную небрежность. Он прекрасно сознавал, что все ошибки и недочеты стали теперь его проблемами. А все вокруг думали, что он смущен дорогим подарком. И теперь он будет жить в этом единственном доме, который построил плохо. Мы все прорабы. Мы все строим наши жизни так же, как этот прораб перед уходом на пенсию. И не прилагаем особых усилий, считая, что результаты этой конкретной стройки не так уж и важны. И к чему все эти излишние усилия. Но затем мы осознаем, что живем в доме, который построили мы сами. Ведь все, что мы делаем сегодня, имеет большое значение. И уже сегодня мы строим дом, в который вселимся завтра. Подумаем над вопросами. Что чувствовал прораб во время строительства последнего дома перед уходом на пенсию? Какое оправдание он нашел тому, что делал не лучшую свою работу? Что испытал прораб, когда узнал, что в этом единственном плохо построенном доме теперь должен жить он сам? Как вы думаете, в чем заключается смысл фразы? Все, что мы делаем, имеет значение. Предведите примеры из своей жизни, когда вы делали порученную вам работу тщательно, на совесть, не думая о награде, погрузившись в момент здесь и сейчас. Расскажите, какие чувства вы при этом испытывали. Действительно, прораб сделал последнюю свою работу не самым лучшим образом и потерял внутренний покой. Человек всегда должен поступать по совести, осмысливать каждое свое действие, руководствоваться нравственными принципами, быть честным, порядочным. И только тогда он сможет обрести внутренний покой. То, что мы сегодня делаем и как это делаем, прямо влияет на наше будущее. Мы действительно сегодня строим дом, в котором будем жить завтра. Для творческой деятельности предлагаю вам составить кластер на тему «Качество человека, которое бескорыстно служит человечеству». Необходимо составить кластер на тему «Качество человека, которое бескорыстно служит человечеству», поместив по центру ключевые слова «Качество человека» или же «Бескорыстное служение человечеству» и показать, как все эти слова связаны между собой. На этом, ребята, мы заканчиваем наш урок. Я желаю вам всем обретения внутреннего покоя, жить в ладу с самим собой и с обществом. Всегда помните о том, что все, что мы делаем сегодня, это тот дом, в котором мы с вами будем жить завтра. Всего доброго, спасибо за внимание, до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»